Всем привет! Сегодня я решила сделать тему такую про денежные переводы, поскольку не всех есть PayPal и возможность получить на него, но можно договариваться с покупателями картин, чтобы они ослали денежный перевод. Конечно, не все на это идут, но я думаю, если вы объясните ситуацию, что у вас, например, еще в стране не работает PayPal в полной мере, они, думаю, войдут в ситуацию. У меня, по крайней мере, так было раза 4, я брала их на заказ, мне дважды девочка делала перевод, и вместе с Reddit у меня был покупатель, который тоже мне из Германии делал перевод, поэтому какое-то время я пользовалась этим методом, и сейчас расскажу, какие особенности. Мы будем рассматривать те системы денежных переводов, которые предлагает PrivatBank, и вот здесь мы видим, что у нас есть, вот я уже вбила информацию, то есть средняя сумма для перевода, я указала 100 долларов, и какая будет комиссия в этом случае. У Western Union самая крупная комиссия, у MoneyGram чуть поменьше, для переводов SWIFT примерно одинаковая, как и с MoneyGram, и для RIA и Intel Express самая меньшая. Также Privat предлагает переводы через карта-карта, то есть банковской карты, визы или мастер-карт, переводим на другую карту нашего получателя, или наоборот, вы поняли, да? Здесь также есть другие системы, но смотреть я буду именно первые четыре, поскольку с ними у меня как раз и была ситуация, что я искала тот метод, который позволит получить перевод из США. Вот, и смотрите, обычно для денежных переводов какая нужна информация? Фамилия, имя, страна, город, возможно номер телефона, но не всегда просят, и сумма. То есть эту всю информацию указывает отправитель, пользуясь той системой, какая будет удобность, на которую вы договоритесь. То есть реквизиты, возможно, вам понадобятся, если запросят такая система, например, у MoneyGram, можно отправлять именно еще через банковский, на банковский счет. То есть это фактически получается как сфикс-перевод, и нам нужны реквизиты банка. Найти их можно в разделе «Все услуги», вот здесь вот «Все послуги», мы смотрим «Перекозы», «Реквизиты для международных платежей». Какая особенность? SWIFT – это международный платеж, поэтому реквизиты должны быть на английском языке. Получить реквизиты на украинскую карту, которая у нас записана, ну, например, универсальная, украинская, да, для выплат, не получится, потому что она дает информацию именно на украинском. Но если нам нужен перевод, который мы, в принципе, потом можем даже зачитывать сразу на счет, тогда здесь важно, чтобы у вас была интернет-карта онлайн, вот эта их, виртуальная, да, созданная для доллара или евро. И тогда мы заходим в раздел «Реквизиты», там будет возможность выбрать карту и получить для нее реквизиты. Выглядят они таким путем, я замазала тут свою информацию, здесь у нас указана фамилия, имя на английском, адрес, по которому мы регистрировались, когда мы создавали счет в приватбанке. Также следует учитывать, что часто то, как написано ваше имя, фамилия на английском языке именно в приватбанке, будет отличаться от заграничного паспорта. И это, на самом деле, я не знаю, что делать с этой ситуацией, потому что, по идее, такие реквизиты никак не меняются. Но факт есть факт. Нам нужен Айбан, нам нужен адрес банка без бенефициария, вот здесь оно все представлено, в таким виде это выглядит. То есть для международных платежей, например, SWIFT, если нужна информация, то вот мы ее можем найти, распечатать вот здесь в разделе «Прекозы», «Реквизиты». Когда мы хотим сделать перевод через приватмани, то есть это будет, по идее, с картой на карту, вот здесь мы можем, смотрите, на карту Visa MasterCard, путяковую банку, да, с твориты делаем. И какие здесь есть ограничения. Я пробовала делать это для перевода из США, три раза у меня отклоняло, не могла понять, в чем проблема. Потом написала поддержку и добилась информации, которая у них нигде не указана. Вроде бы сказано, везде, любой банк мира, но нет, можно только по Европе. То есть США, Канада, другие страны, оно не будет поддерживаться. Европейские там, Россия, в принципе, разрешено. Вот, ну, возможно, и СНГ тоже, скорее всего, тоже, да. А вот совсем такие далекие заграничные страны не получается использовать этим сервисом. Вот, если открыть отдельно «Приватмани», вот так он выглядит. Здесь, это, в принципе, да, это другой способ, это именно «Приватовский». Получается, как бы, самая низкая комиссия по Украине, в другие страны тоже не сильно большая. Вполне все адекватно. «Приватбанковская система» позволяет, вот, делать в другие страны, но здесь, смотрите, какие есть страны. В основном, в далекие такие, типа, как США, Канада, нельзя. Ну, можно Финляндия, по Европе, Австрия, Румыния, Швеция, Эстония, Литва, Польша. То есть, такие достаточно страны-партнеры Украины, в них можно делать переводы, либо получать из них, да. Вот здесь другие страны. Вот так у нас такой немножко ограниченный сервис. Но, тем не менее, вполне можно им и пользоваться, если подходите, поедаете список, и комиссия очень небольшая. Дальше мы говорим про Western Union. Этим способом переводов я пользовалась еще, когда была в Санкт-Петербурге, поскольку там таких точек в банке и даже на почте Western Union было везде очень много. Поэтому мне казалось, что это наиболее распространенная по свету такая денежная система. И что она даже для США очень подходит. Ну, в принципе, это же она оттуда создана. Но смотрим, какие здесь есть особенности. Когда мы идем и хотим зарегистрироваться в их системе Western Union. Так, нет, сейчас просто вот так откроем. Что у нас есть? Мы попадаем, например, на страницу «Есть на украинском языке». Мы можем туда перейти, на дислаты гроши, на вход. И что? Переходим в раздел «Регистрации». Здесь нам предлагают вписать свой телефон, куда должно прийти смс, которое в итоге не приходит. Не важно, сколько вы ждете. Полчаса, не знаю, час. Вот я отправляла первый запрос, это было 10.18, сейчас уже 11.20. В итоге никакой смски мне не пришло. Western Union, чтобы зарегистрироваться в их системе, нам нужен Western Union USA. То есть оригинальный сайт, где мы можем нормально зайти и зарегистрироваться. Он абсолютно по-другому выглядит. В процессе регистрации нужно указывать фамилия, имя, адрес электронной почты, куда и будет приходить пин-код проверки для входа. Здесь мы можем сделать… Вот сейчас я зарегистрируюсь. Так, войду. Вот, захожу. Здесь сразу можно посмотреть пункты выдачи, да, где есть подсчитать в среднем, сколько будет комиссия. Что самое интересное, она показывает меньше, чем говорит PrivatBank. PrivatBank сказал 15, а здесь показывает… Вот, смотрим, сколько. Как интересно. А сейчас показывает 16. Я просто делала… Пробовала делать первую запись и делала расчет. Мне показывало вообще 8 USD. То есть сейчас почему-то поменялось уже на 16. Не знаю, с чем это связано. Какая-то такая система. Вероятно, с курсом. Тем не менее, как мы можем получить такой платеж? В руки. Если приходим в банк, показываем свой паспорт, получаем в гривне. На дебетовую карту. Это, то есть на карту PrivatBank. И здесь будет метод, что либо перевести, получить в гривне, либо указать карту, которая у нас интернет с долларами, и получить в долларах. Это сейчас уже возможно. Человек, чтобы отправлял, он может пользоваться своей дебетной картой, банковским аккаунтом, да. Либо идти оплачивать через cash in store, то есть наличным, условно говоря, в точке, где банковская точка такая будет для переводов. И здесь у них разная комиссия. Девет-карт, банк-карт. А, вот теперь вижу, да, это связано с тем, как будет платить отправитель. Так и будет разная стоимость. Western Union вполне себе адекватная система, несмотря на высокие тарифы для получения и для отправления. Следующий вариант был RIA. Я начала его проверять по той причине, что это же самая низкая комиссия. RIA Money Transfer они называются. Но что здесь, какой интересный эффект. Если ты хочешь зарегистрироваться из Украины, из России, то тебя сильно обламывают, потому что она представлена для стран США, Канады, Великобритании, Испании, Австралии. Эти люди из этих стран могут регистрироваться, а получатели в остальных 160 только получать, но не заходить в эту систему. В этой системе мы можем только сделать проверку трансфера, где он находится, найти location, посмотреть, будет ли удобно нашему получателю, исходя из его страны, его городом, сколько точек в RIA представлено в его городе. Вот эту информацию мы можем получить. То есть, когда мой отправитель регистрировался в этой системе, а на самом деле она тоже там запуталась, и такая интересная ситуация получилась. Она сначала указала мои реквизиты, имя, фамилия, номер телефона, сколько отправляла. Но потом, видимо, решила, что я еще отправляла информацию про банковский, вот этот IBAN и вот эта вся информация, которую она, в принципе, по ходу дела тоже ввела ее в систему. И ей сначала вроде как платеж пошел, подтвердился, а потом они его застопили. Служба поддержки отказалась отвечать, почему они его вот так вот с ним поступили, отменили его. Они сказали вот что-то типа недостоверное, как это, недоверен, ну вот что-то типа недоверенная страна или недоверенный получатель. И таким образом они просто отказались отсылать из США в Украину. Это следует учитывать, не знаю, с чем это связано. Возможно, какие-то внутренние свои ограничения. Теперь перейдем на MoneyGram. MoneyGram у нас тоже есть, как на украинском языке, так и на их оригинальной системе. Сейчас покажу. В принципе, выглядят практически одинаково. Вполне понятно. Сейчас use some. Вот здесь у нас, мы не можем здесь зарегистрироваться, мы здесь получаем информацию, как найти отделение, как отсылить перевод. Что нужно для отправки, для получения, например, как отправить деньги. Здесь нам MoneyGram говорит, что нужно прийти в отделение, подготовить документы и, в принципе, вот это все сделать. На иностранном сайте мы можем пройти регистрацию и аналогично вот здесь вот вписывается больше информации, которая нужна. И мы все это вводим прямо в системе и можем отправлять, в принципе, с сайта. MoneyGram представлен достаточно широко, именно, например, в Америке, в Канаде, в других странах, когда я пыталась получить платеж от девочки из Тринидада. Я ей предлагала искать Western Union, но оказалось, что у них Western представлен только в трех отделениях и идти туда слишком далеко, а MoneyGram, в принципе, находится близко и отправить с ним очень просто. Мы видим, что комиссия, где тут у нас комиссия, в принципе, не слишком сильно отвечается, но она все-таки ниже, чем на Western Union. MoneyGram. Какую сделал интересную вещь? Я получала платеж, это было еще примерно два или три года назад, когда в Украине были ограничения на получение средств от иностранных отправителей, в том плане, что ты не мог их получить на банковскую карту. Ты мог только прийти в отделение и с паспортом их получить в гривнах, в долларах никаким образом. Сейчас ты можешь получить сразу и на иностранную свою карточку, виртуальную, в долларах, и все это будет нормально, потому что эти ограничения сняли. Но на тот момент они были, и, возможно, это стало причиной тому, что мне пришлось для получения прямо в банке привод банка в отделении пройти такое интервью на английском языке. Это был такой первый опыт длительного общения с банковским работником на английском. Он также предлагал подключить на русскоговорящего оператора, но мне показалось, это будет еще дольше, потому что искать того оператора неизвестно столько времени. В итоге мы побеседовали каким-то образом и так. На неочень хорошем анализском тогда. Тем не менее, какие вопросы он задавал? Его интересовалось, кто этот отправитель для меня, как мы познакомились, что нас связывает, что это за платеж, является ли это платежом, например, знаете, как родственника переводят друг друга. я им стала объяснять, что я делала картину на заказ, и он типа, что значит, это продажа, ну вот эта продажа, типа все окей, сам себе где-то там записал, и через время, минут через пять, они этот платеж подтвердили, то есть он сначала, он как бы пришел на приватбанк, но они доступ к нему ограничивают, а потом снимают вот это ограничение. Сейчас, мне кажется, уже такого нету, потому что в Украине разрешен вот валюты, более такой упрощенный, но, тем не менее, такие опросы могут быть от разных платежных систем, поскольку это, скорее всего, связано с работой защиты по отмыванию денег, чтобы какими-то незаконными заработками люди не занимались и не выводили средства там друг к другу, ну, сами понимаете, да, вот, поэтому получается, что, если мы вернемся, Western Union имеет самые большие тарифы, но, в принципе, он более представлен по нашим странам, по Европе, MoneyGram представлен больше по Америке, Канаде и всем другим государствам Латинской Америки и прочим, РИА доступен только в США, Канаде, Великобритании, Австралии, вот, с вид платежом, в принципе, можно пользоваться, но тогда нужно получить IBAN, выглядит он вот таким образом, и Intel Express и другие вот эти службы платежей я не пробовала, поэтому рассказать про них не могу. Переводы на карту делаются с карты на карту для Европы, вот, в общем, я хотела вот так вот поделиться опытом, сказать об особенности этих систем, возможно, вы их уже когда-то раньше пользовались, но информация, надеюсь, будет полезной, потому что вот есть такие странности тех систем, которые вроде как и доступны для всех, но начинают свои какие-то приколы, и служба поддержки не всегда отвечает адекватно. все, спасибо всем за просмотр, у меня просьба, если видео полезно, то подписывайтесь, потому что я вижу 60% примерно не подписывается, а просто смотрит, и тогда вот, если остаются какие-то вопросы, или наоборот, у вас есть личный опыт с денежными переводами, тогда пишите в комментариях, спасибо за просмотр, и до новых встреч, пока!